Я Александр Печов и сегодня я хочу представить вам гороскоп, так сказать, на октябрь 2020 год. Первый у нас Овен. Что, так сказать, хотят сказать духи культа Ифа Вуду, как говорится, именно Овну. Что его ждет в октябре? Что мы тут видим? Мы тут видим ЭБО. То есть человеку придется пожертвовать всю свою ненависть, боль, отчаяние, беды, которые у него в октябре будут. Придется пожертвовать двум стихиям. Это резкому передвижению, то есть нужно отнанести дары на железнодорожную дорогу. И особо, как говорится, побольше поездить и походить, где железные дороги. То есть ездить, работать, все, что связано с этим, даже с людьми пообщаться, тогда жизнь улучшится. Плюс мы тут также видим, очень интересно, человек должен отдать боль, также и свои все неприятности в воде. То есть принимать очистительные ванны чаще. Тогда, как говорится, духи и силы, и богиня Шун, то есть фарт и любовь вернется к нему. Ну а так будет все тормозиться постоянно. Деньги не будут идти определенное время, но если человек соединит эти стихии движения и вода, то тогда быстро уберет все свои проблемы, буквально аннулирует их. А так будут тормозить денежные дела, все еще торможения и также траты. То есть деньги, то нет, мы видим. Плюс, касаемо здоровья, будет периодически именно психические проблемы больше всего. То есть гормонально все сбиваться, организм будет портиться именно чаще из психики, из-за того, что будут скандалы, конфликты, непонятки. Но если человек очистится и его отдаст по определенным местам, то все будет улучшение. Также касаемо отношений, мы тут видим, в принципе, все уравновешено, но я говорю, человеку лучше поменьше общаться с девами. То есть овну нужно будет в октябре поменьше общаться с девами, потому что будут какие-то непонятки от дев именно придирки. От львов именно будут тоже придирки, от остальных знаков как бы спокойно будут воспринимать вас. Касаемо больших поездок, я говорю, лучше на железнодорожные места, то есть, допустим, ездить на поездах и так далее, тогда будет жизнь улучшаться. Именно вы таким образом как будто будете отдавать определенный долг этим силам. Ну, я говорю, дары, воде все-таки нужно отдать. Отдайте воде все свои боли, неприятности, которые вас будут. С деньгами, я говорю, поменьше больших трат.